поговорить сегодня мы решили о семье собственно говоря все мы рождены в семьях есть пытаться вдумываться в это слово семья некоторые говорят что это 7 я то есть муж жена и пятеро детей ну конечно это больше созвучие такое то есть звучит хотя в этом тоже есть доля правды потому что конечно нормальная ситуация когда дети рождаются на семье а вне ее на самом деле слова семья она происходит от слова семя сеять то есть там где нечто сеется понятно сразу возникает правильная логичная мысль что сеется собственно человек человек это него семья на которой действительно люди растут рождаются потому что человек если животному ему там достаточно одного года до что или там некоторым там более высоким там нескольких лет чтобы достигнуть зрелости до быть способным там себе там добывать еду уже там и так далее и так далее там то человек ему чтобы сформироваться давно у нас считается 18 лет совершеннолетия библейские времена именно времена ветхого завета там считалось так что до 7 лет младенец затем до 14 называлась отрок потом до 21 это юноша и 28 это считалось уже взрослый мужчина или женщина то есть это считалось уже такой ну собственно говоря как бы там ни было то есть понятное дело что человек в 10 лет он даже прожив 10 лет он не способен еще к самостоятельной жизни да ему надо среда в которой бы он получал бы воспитание нас на питание слово питаться да то есть мы понятно питаемся пищей физической питаем питаемся питаем питаемся пищей которая для души нашей формирует нашу личность вот и собственно говоря что семье также сеется еще кроме того что физическое рождение человека происходит сеется ну собственно говоря весь наш внутренний мир он по большей части он все-таки формируется ну начинает формироваться в семье затем даже в обществе в социуме и мы похожи генетически на своих родителей вот на наших предков да которые жили у нас в нашем народе до нас по сути говоря предков мы имеем если свести в итоге общих да даже там допустим если брать библию и брать коран то там описываются одни и те же личности да только вот допустим там есть пересказ там их имена там например там абраам там если возьмем каран там и брагим называется да там потом тот же самый ноида который построил ковчег взял собой троих сыновей с женами и от них потом после великого потопа человечество далее все народы которые мы сегодня имеем вот на земле которые живут все мы собственно братья по адаму и еве братья и сестры по ною поэтому собственно говоря нам всем присуще нечто общее еще такое слово до потоп на надеюсь не задумывались что значит что то что было до потопа до потопа и вот семья она была когда создана но во первых семья она существует в плане людей она существует еще самого начала создания человека в раю господь сказал создав сначала мужчину адама вот адам собственно говоря переводится слова как смотря и слова человек да вот что значит чего бег чего дал век устремленная вечность то есть некое создание отличающиеся от всех других животных до которых даже положение позвоночника она показывает что но горизонтальная и вся его сфера жизни она вот земной плоскости человек животные да вот даже наше положение вертикальное не вот и мы устремлены никуда в небо то есть показывает что человек он принципиально иное создание но тем не менее господь создает семью вот изначально человек богом создан был бессмертным бессмертным в теле но поскольку совершилось грехопадение но это конечно отдельная тема вот да но как бы то ни было вот отталкиваемся того факта что мы умираем болеем умираем и смертно вот это факт поэтому собственно говоря если не бы не было бы семьи род человеческий он бы не продолжился он бы просто погиб и уничтожился поэтому господь он разделяет людей на два пола промыслительно еще в раю еще до грехопадения но что он знал что люди сделают этот выбор грехопадение совершится ли станут смертными и если не будет разделение на пол то род человеческий погиб и господь сказал такие слова нехорошо быть человеку одному то есть человек как многие говорят наверняка в школе говорили существо социально то есть человек нуждается в общении человеку плохо быть одному и даже святые отцы вот они когда описывают что какие мучения в аду будут это прежде всего потом это полное одиночество самая страшная мука и это не значит кстати что одному это значит только с людьми общаться общаться можно и с богом но тем не менее человек должен общаться господь сотворил из ребра адама самая такой вот часть близко к сердцу да не из головы взял до чтобы не было как холодного до такого отношения только умом не из ноги взял дань из какого-то другой части тела взял именно от ребра то есть то что ближе всего к сердцу и навел на дама некий сон адам уснул и он когда уже увидел перед собой именно его и он не просто сказал что это не никто похожий на меня он сказал это плотят плоти моей и кровь от крови моей адам когда я увидел да не просто господь до создал параллельно двух людей вот один человек и другой сказал вот вы два человека и изначально разными были бы они господь захотел чтобы семья была устроена так чтобы она воспринималась что два супруга это не просто два человека которые заключили некий там договор союз а чтобы семье муж и жена они воспринимали друг друга как часть себя вот апостол павел один из первоверховных апостолов которые один из самых таких великих проповедников которым практически он всю европу прошел пешком несколько раз до утвердил там христианство он говорил о том что что как муж должен любить жену как свою плоть кто свою плоть когда нибудь обидит да и это вот кто из нас себя оставит голодным например да или разденется пойдет на мороз никто не будет каждый себя старается согреть накормить накормить напоить а желательно еще и вкусно накормить да еще и так далее ничем себя мы стараемся не обделять вот изначально семья она основывается именно на этом на том что господь говорит оставить человек своего отца и мать перелепиться к жене своей и будут два вплоть едину то есть когда люди вступают в брак вот в церкви у нас совершается таинство называемое венчание люди которые православные христиане вступают в брак осознанные христиане да то они обязательно в храме совершают это таинство потому что господь своей силой он дает соединяет людей делает их единой плоти но собственно говоря любой брак даже если он не венчанный скажем люди которые еще может быть не понимают всех нюансов жизни с богом тем не менее все равно брак когда люди вступают в брак это все равно соединение вот и душевное и телесное поэтому в прямом смысле каждый человек остается сам по себе своей душой но семью уже воспринимают как единый организм и у нас православные христиане они называют еще семью называют малой церковью вот что такое церковь это для нас слово сегодня совершенно такое непонятное кажется но обычно люди под этим словом имеют совершенно не то что есть на самом деле у кого-то ассоциируется церковь это здание с куполом с крестом вот у кого-то ассоциируется это вот священники в облачениях да что-то служат совершают каждение еще какие-то производят да вот скажем там религиозные вот таинства обряды но на самом деле изначально то церковь которое слово вот в священном писании находится оно что значит оно означает собрание собрание то есть и причем с греческого перевода называется собрание тех кого позвали вот не просто собрание да вот есть клуб там любителей там например конных там состязаний да или клуб там любителей пива там или клуб там компьютерных например вот люди у них есть какие-то общие интересы они собрались и вот что это делают вот церковь это собрание не просто людей которые сами собрались собрание тех кого позвали позвал кто позвал господь христос господь иисус христос когда пришел на землю сказал я создам свою церковь врата ада не одолеют ее то есть он позвал апостолов к себе призвал апостолов потом призывают и до сих пор вот эта вот цепочка апостолы они возлагали руки передавали силу духовную своим преемникам и до сих пор у нас есть апостольское преемство в церкви каждый священник он имеет это преемство и каждый собственно человек который вступает в церковь он тоже получает силу от бога но еще церковь она называется телом христовым то есть телом бога каким образом это происходит вот так же как в семье вот я говорю что да плоть от плоти два человека но единое так же и господь он как бог он пришел на землю стал человеком для чего для того чтобы соединить нас в единое тело поэтому изначально самые две главных заповеди которых мы можем весь закон и пророк взять есть его вообще две самых главных заповеди это возлюби бога твоего самое главное первое возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим сею душой твой всем помышлением твой сею крепости твои то есть всеми силами нашей души мы изначально должны возлюбить кого нашего первого благодетеля тот кто создал этот мир продумал его вот а мир настолько детально продуман если мы возьмем если бы земля была на расстоянии чуть чуть ближе или чуть чуть дальше от солнца жизни бы на земле было бы невозможно если бы слой земля крутилась бы чуть медленнее чуть быстрее опять-таки атмосфера не могла бы быть то есть настолько продумано все если бы там озонового слоя не было всех там уничтожила бы радиация и так далее так далее то есть продумано до мельчайших деталей только человек совершенно слепой он может думать что каким-то образом из хаоса могло сформироваться само по себе как-то такое нечто то есть это вариантов больше что если мы будем кубики кидать если мы будем кубики кидать да вот килим миллиард раз вот я вас уверяю что стихи пушкина не получится никак вот то же самое об этом мире движение молекул атомов там вот насколько ученые тоже верующих очень много верующих людей даже я думаю на сегодняшний день большинство и когда они познают тайны научные научные исследования открываются им они просто поражаются насколько все продумано и вот конечно в первую очередь человек он должен благодарен быть если он осмысливает что он здесь находится ему дан этот дар жизнь все радости которые в этой жизни есть он конечно должен в первую очередь полюбить и возблагодарить своего благодетеля это самая главная заповедь но вторая подобная идея почему подобная это возлюби ближнего своего как самого себя почему она подобная потому что представьте себе вот ближний я это говорю именно о семье к этому продолжим сейчас поймете почему ближний например там мой сосед а он например вот каждый день с утра встает и ругается матом например да еще и на меня могу я его полюбить как вы думаете это физическими человеческими силами это невозможно как можно полюбить грешника если а убийство или кого-то еще но вот христианская история она показывает то что вот исполнение заповеди 1 а за ней 2 она делала даже убийц порой где превышала святых был например такой святой мученик варва он был разбойником и он убил более 300 человек за свою жизнь но затем он осмыслил принес господу такое покаяние глубокое что стал мучеником за христа а был такой святой ванифатий 1 января кстати когда вся наша страна ну не вся очень многие да там в пьяном угаре просыпаются в этот день отмечается память святого которого молится одарование трезвости и вот этот святой мученик ванифатий он был пьяница был раскрутную жизнь и когда он пришел увидел как мучеников убивали за христа он исповедовался христианином изменился совершенно это же при нём ученическую смерть тоже стоят христианин бог дал некую силу вот эта сила божия она называется еще православный христианин называется благодать благо которое дается вот эта сила она меняет всего человека она делает его другим она дает ему внутреннее видение и веру вера от слова уверенность и от слова доверие доверие кому доверие тому кто создал мир кто о нём промышляет кто ведёт каждого человека к познанию истины то есть доверие богу и если я вот представьте себе вот я понял да осмыслил и осмысляю постепенно в течение своей жизни и все таки я пришел к богу потому что вот к пониманию доверию богу и его возлюбил а чего хочет бог если бог который меня призвал да вот и он также любит все свое создание он любит этого соседа который матерится да он любит того человека что хочет бог он хочет чтобы тот человек тоже не погиб потому что если он будет продолжать так делать его душа погибнет в вечности он царство божие не наследует потому что сказки злоречивые да не пьяницы не бийцы не остальные виды греха такие таковые царство божие не наследует вот но господь создал человека для чего он принес не погиб но раскаялся оставил свои злые дела и изменился и наследовал жизнь вечную поэтому я с одной стороны мне неприятно да видеть грех это нормально мы не должны к злу относиться хорошо зло оно есть зло и мы должны зло называть злом наоборот но у нас православные христиане они разделяют грех и грешника то есть я грех ненавижу зло ненавижу и зло действительно мы должны всей своей силой как господь его отвергает так и мы не должны отвергать ни в себе ни в других но вот грешника который делает вот здесь мы его любим почему потому что господь возлюбил и тоже хочет его к себе призвать вот в этом и суть и беда в том что нет людей идеальных все вы хотите наверняка в будущем я думаю создать семьи и чтобы эти семьи были счастливы но не бывает какой человек какой бы он не был хорошим чтобы он был полностью идеально сожалению грех в столь поры как совершать грехопадение даже если человек стремится жить правильно все равно естество наше оно где-то силу разных причин силу неопытности силу каких-то желаний которые мы не осмысливаем или не понимаем что они для нас вредны у нас появляются моменты которые приводят к тому что в итоге проявляется эгоизм самолюбие это есть корень всякого зла и как бы человек ни старался где-то он согрешит и вот здесь как раз таки если супруги они веруют в бога они знают то вот эта вера она помогает друг другу перед друг перед другом смириться простить исправить именно в семье и без этого очень сложно потому что представьте себе другую ситуацию вот допустим люди говорят ну там скажем там может так ли она не так ли да аустрактен ли бог или нет и тогда для чего создается семья она в таком случае создается ну хороший человек замечательный полюбил но почему мне он понравился потому что я получал удовольствие от того что вижу от того что у меня с ним отношения да но если этот человек вот заблудился как-то да еще что то там то получается что если мне неприятно то что я буду с ним жить такой смысл а таких кризисов вот наверняка вы говорили про кризисы над историей да вот в каждой семье абсолютно есть периоды кризиса вот например рождение первого ребенка вот люди любили друг друга были вдвоем потом первый ребенок родился жена переключилась на него внимание мало муж начинает думать и так далее а жена не понимает это тоже один кризис потом прожили вместе лет пять попривыкали как-то друг к другу уже нету такого ничего нового следующий кризис там потом иные кризисы бывают то есть есть много проблем которые есть на них ответ но не каждый хочет искать потому что вера она дает человеку как знаете вот забросил некий такой канат на скалу он зацепился и ты по нему поднимаешься а вот жизнь без веры она получается человек идет а для чего куда для чего он живет вопрос получается непонятным и тогда для чего семья и люди сами говорят я не знаю для чего просто в принципе вот надо же как что-то жить надо же как-то род продолжать ну и в принципе человек живет ест пьет работает но вот это вот вопрос а зачем это все надо смысл в этом вообще какой-то есть не лучше ли просто жить так как удобно зачем себя смирять строить семью и так далее вот именно вернемся к тому о чем я говорил да что семья православные христиане вот они воспринимают семью как малая церковь что это есть что такое церковь это отношение людей связанных с Богом в Богом и точно так же семья это союз только не многих людей да а такой тесный союз двух людей которые тоже вот являются вот Богу как бы вот это сказать да правильно вот у нас христианстве говорится такое слово раб Божий в каком-то смысле некоторые люди сразу начинают мы не рабы там рабы не мы но это все игра слов на самом деле что имеется ввиду то есть в каком-то смысле мы живем здесь и мы трудимся делаем работу какую-то проводим вот еще бы тоже труд работа да потом будет иная работа и есть некая вдохновитель кто вдохновляет нас например делать добро ну если это настоящее добро не можно его вдохновляет делать Господь и тот кто со-работает Богу он является ему со-работником поэтому говорится раб Божий но вообще Господь он называет своих учеников друзьями своим потому что рабу в смысле унизительно да как было оно не открывается воля хозяина нам же из священного писания Господь открыл очень много да очень много для того для чего он это дал самое главное для нашего собственного радости и счастья и для того чтобы это счастье не ограничилось только земной жизнью потому что даже семья это нечто все равно временное да вот семья муж и жена они должны друг другу пока они на земле живут по смерти Господь говорит если один из супругов овдовел он если желает он может вступить в следующий брак то есть семья это все-таки связь здесь на земле там уже в царстве Божьем семья уже она именно в том смысле который мы есть сегодня ее там не будет то есть там люди будут всей единой огромной семьей и будет не будет разделение как здесь сейчас вот одни формируются по неким группам вот для того чтобы как-то ну выжить на этой земле да какие-то группы люди создают там уже этого не будет поэтому семья нечто все-таки временное вот но тем не менее несмотря на то что это временное но в семье человек учится жить там ну представьте себе несколько ситуаций если бы эта жизнь допустим она в ней было бы представьте что-либо ну вот Господь есть и он создал смысл этой жизни где-то за пределами этой жизни да это собственно говоря так как мы верим ну православные христиане верят да есть второй вариант это что Господь он создал этот мир как попало обрек людей на болезни и страдания воины голод все такое и бросил если такой я бы лично такому Богу если бы Бог был такой я бы ему служить не стал бы никогда потому что тогда бы жизнь она была бы просто какой-то злой шуткой которой человек помается 70 лет а кто-то и 20 а кто-то и 10 да и смертью заканчивается и человек чем он лучше собаки в таком случае если Бог был бы такой или представить себе что вообще да учили еще 30 лет назад что там Бога нет вообще поэтому человек он потом там обезьяна ну тогда собственно говоря зачем тогда делать какое-то законодательство непонятно потому что обезьяну разве можно спросить за поступки которые она совершает разве она отвечает говорит все это сигналы мозга ну действительно так сложились так сложились какая с нее ответственность смысл на самом деле если человек от обезьяны произошел что с него спросить как есть в школе такие учители биологии говорят если мы от обезьян произошли так что вы нас ругайтесь за то что мы себя плохо на уроки ведем можем прыгать бегать да с обезьян никакой спрос вот но все таки православные христиане верят что человек не от обезьяны произошел что человека создал Бог это как-то и унизительно говорить вот у нас при крещении всегда человека оглашают и спрашивают о вере вот если человек верит что он произошел от обезьян или от свиньи там или еще от кого-то там и вот такого человека не крестит поэтому вот мы верим что Господь создал нас и он вложил смысл за пределами этой жизни иначе ну 70 лет очень быстро пролетает ну 80 а как-то уже 70 до 80 уже такая жизнь честно сказать она в ней мало удовольствия житейского да уже как-то так и ум ослабел и силы физические вот как-то интереснее молодым все таки жить и в этом случае если все таки открываем писание мы там читаем что смысл жизни заключается в том чтобы человеку вечно познавать Бога и вообще заключается в том что вот все таки вера да многие из нас говорят я верю в Бога в принципе верю но верить хорошо в принципе если ты веришь знаешь что есть Бог знаешь что есть дьявол то дьявол тоже это знает прекрасно как-то он вроде как бы верующий получается да но что-то не состыковывается да что-то как-то не так почему потому что он Богу не доверяет не служит он ему противится так вот и каждый человек он может либо Богу соработать либо он сознательно или несознательно он Богу может противиться а соответственно если все таки не довольствуются какими-то там натянутыми объяснениями по хорошему счету каждый человек должен разобраться с ним он должен найти ответ а что конкретно хочет от меня Бог есть люди которые решают сами говорят я там решил что Бог хочет там этот талант есть там рисовать что Бог хочет чтобы я был хорошим художником но опять художник это временно все ли этим исчерпывается может исчерпывается профессия да есть люди художники хорошие но и среди них есть люди тоже есть и верующие духовно есть и неверующие да опять таки само мастерство профессионализм еще не факт поэтому вопрос в том что хочу ли я узнать волю Божию интересно ли мне и тогда возникает вопрос если Бог промышляет значит соответственно у него есть промысел и о семье у него есть промысел о том что какой-то человек ему лучше всего мне именно вступить в брак именно с этим человеком а не с другим вот теоретически мы можем любого человека взять там допустим мужчина женского пола да скажем так вот животное да особь там женского пола так все ты в целом внешность хорошая да еще нравишься ну давай вступим в брак потом по страсти да там понравилось а так многие делают кстати говоря вот такая вопрошенная схема человек понравился красивый да что-то там как-то вздохнулось по-юношески да вот а давай вступим в брак давай а люди абсолютно разные разные интересы потом они прожили страсть ушла 6 годик и тяжесть и мучения а есть у меня другие примеры да вот у меня был момент когда одна девушка ну как-то уже она думала думала и она молилась Богу не вступила не вступила она там вступать в отношения физические да с молодыми людьми и вот так вот у нее какое-то что-то она не выходит замуж да а а некоторые говорят да что ты уже там вот ты засиделась там куда тебе уже пора она говорит да нет я так просто не хочу вот она молилась Господь в итоге послал действительно такого человека они ступили в брак сейчас живут прекрасная семья то есть а вот так вот взять допустим вот да всего вокруг вот она не видела вокруг себя здесь этого человека но она вот могла бы сказать там лучше там как говорят синица в руках чем в небе а вдруг я засижусь вдруг не выйду вот и здесь весь вариант если бы она не была верующей если бы она не доверяла Богу ну что бы она бы она бы получила бы кучу отношений с парнями да потеряла бы свою честь девическую и в итоге она с этим человеком который она сейчас живет и любит она с ним бы уже бы не встретилась потому что он в таком состоянии уже не взял бы уже не взял уже на себе вот а он взял ее вот и потом он тоже был человеком который точно так же у меня похожая была история вот и они дождались друг друга потому что была вера а не было бы веры то бы пошли бы тем путем которым идет к сожалению сегодня большинство нашего российского общества как говорят поживем но жизнь она одна одна и совершив поступок потом его обратно обратить уже невозможна даже если человек там поживем поживем потом дал не раскаялся принес покаяние он встретил человека тоже все равно это будет все в голове вот эти воспоминания потом вот представьте себе вот вы человека полюбили да полюбили его и он вас да Вот парень-девушка, девушка-парни, готовы действительно друг другом жить, ради друг друга пожертвовать, детей вместе растить. И ситуация такая вот, то что стоит ли этому человеку с кем-то изменять? Соответственно, вопрос понятен, что если любовь, она есть любовь, и никакой неверности в ней нет. А вот взглянем в прошлое, если сейчас человек начинает с кем попало иметь отношение, так и так, и так, это измена кому? Это измена тому будущему супругу, с которым Господь хотел бы, чтобы мы сосчитались. Потому что Господь, Он сам знает, Он человеку этого приведет, и Он дарует эту встречу. Поэтому, конечно, это все не так легко сделать, как сказать. И далеко не все люди, они проходят без ошибок, даже те, кто понимает. Есть человек, какой-то до предела терпения доходит, но как в жизни, понимаете, все происходит. Олимпиаду выигрывают не все спортсмены. Вот, в Олимпиаду выиграют те, кто идет до конца. А те, кто на полпути, они останавливаются, они не получают медаль. Да, может, они там поучаствовали. Но наша жизнь, она в наших руках. Не от нас зависит, собственно говоря, какая будет у нас семья, какие будут у нас дети. Потому что все, что у нас есть, в итоге им передастся. А представьте себе, если люди вот так вот, раз-раз, отношения какие-то и беременность. Хочешь, не хочешь, надо тогда жениться. А женились, понимания в семье нет. Потом в итоге развод, и ребенок остается один с матерью, растет. Отец тоже приходит, что он ему скажет. Или он другую семью уже завел. И вот, а или ли вообще ребенка взяли, как говорится, убили просто в аборте, да? А это что, обыкновенное убийство, да? Даже любой атеист, я не говорю про верующих, он понимает, что если жизнь оборвать человека, то другой-то жизни ему никто не даст. Вот, и не родиться больше человек, жить не будет. Вот, раз человека убили, а из беременной женщины почему-то только человек получается, а не какое-то другое существо, да? Поэтому аборт точно такое же убийство. Да, это получается, если бы в результате этого не было бы Кушкина, кто-то вот решил избавиться мать Менделеева, который нам химическую таблицу... Да, Менделеев, кстати, 17 ребенок в семье. Да, представьте бы тоже свои... Если бы эти люди не родились, представляете? А представьте, сколько мы, наверное, талантов погубили людей, которые... Да мы их и сейчас будем. Для общества мы сделаем. Мы их и сейчас будем, собственно говоря, в России. Проводится геноцид, в общем-то, всех народов практически через вот эти вот абортивные вещи. Я говорю не только про аборты, когда просто зверство, да? Ребенка без всякого наркоза ему вкалывают солевые растворы или щипцами ему руки отрывают, так откусывают ноги, да? Это же не просто какое-то там заражение. Ребенок с руками, с ногами, который двигается, чувствует боль. Вот. Ему страшные вещи происходят, да? Это называется этим словом. А тоже так же таблеточка. Принял, и человека нет. Вот представьте себе, если бы наши родители пошли бы на это, то нас бы не было с вами. Поэтому, а представьте себе, сколько людей, опять-таки, вот именно вера, она дает ценность, что если человек вам не есть, да, женщина, то это живой человек. Его нельзя убить, заповедь не убить. Тем более свое собственное дитя. А какое потом может быть благословение на этой семье? Как убийца живет? Убийца, сказано, будешь ты скитаться и всех бояться. Так и многие женщины, к сожалению. Вот видим брошенных таких женщин, пожилых, оставленных своими детьми. Ничто иное, как наказание Божие за где-то убийство тоже. Вот. Поэтому я желаю всем вам подумать о том, что вот вашу жизнь, что вы от нее хотите. Вот. И стоит ли так быстро разбавлять свою жизнь, да, ее разменивать на вещи временные? Или все-таки свою семью сделать так, чтобы это было один раз и навсегда, а не, как говорится, 10 проб и ни одной нормальной. Что толку суть? Ну ладно, уже звоночек. Фотографировать, может быть. Ну давайте, давайте. Ребята, это. Ребята, это.